Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами погадаем. И гадание наше будет называться «Подсказки Ксении Петербургской». Почему именно так будет называться наше гадание? Потому что 6 февраля у нас с вами день памяти Ксении Петербургской. И это уже будет завтра. Ну, а если вы открыли это видео и сейчас какая-то другая дата, значит, именно сейчас вам нужно смотреть это видео. Итак, у меня на столе 12 ониксовых рюмочек. Под каждой из этих рюмочек лежит какой-то предмет, который обозначает вашу дальнейшую судьбу или что вас будет ждать в ближайшее время. Вы можете загадать 5 или 6 рюмочек. Посмотрите на них внимательно, сделайте свой выбор, напишите в чате или в комментариях 5 или 6 номеров. Итак, первый, второй, третий, четвертый номер, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. То есть, двенадцать чашек у нас и вы можете выбрать 5 или 6 рюмочек. Пока вы выбираете, я хотела бы вам предложить после этого видео обязательно зайдите на мой основной канал Светлана Веда и посмотрите интересное видео про Ксению Петербургскую, где я посещаю часовню Ксении Петербургской, прошение написанное мной. И вы также можете присоединиться к этим пожеланиям, написать в комментариях свои пожелания, свои просьбы для Ксении Петербургской. И, конечно же, ваши все мольбы и все ваши просьбы будут обязательно услышаны. И Ксения Петербургская решает очень многие вопросы и очень многим людям помогает. Поэтому, если вы напишите свои комментарии от души, вы будете что-то просить у Ксении Петербургской, конечно, она вам обязательно поможет. Кстати, под этим видео вы также можете свою просьбу какую-то написать, свои пожелания, что бы вы хотели бы, что Ксения Петербургская могла бы вам помочь, в каких вопросах. Обычно просят о замужестве, просят о детках, кто не может забеременеть, просят в этот день, чтобы мир и гармония, и счастье были в доме. То есть вот такие какие-то вопросы и все те, которые вы просите о здоровье, об учебе, также вы можете попросить 6-го числа, 6-го февраля. Но Ксенюшка, конечно же, она слышит вас в любой день, в любое время, где бы вы ни были, и дома, и на работе, и в храме, поездке. Если вы искренне обращаетесь к ней, то она всегда вас услышит, выслушает и всегда вам поможет. Ну что ж, а мы сейчас с вами открываем рюмочки и смотрим, что же под ними спрятано. Если кто-то не успел загадать, ставьте на стоп, ну а мы с вами начинаем. Итак, открываем первую рюмочку. Что у нас здесь? А здесь замечательный предмет, многие, кстати, любят наперсток. Наперсток говорит о трудолюбии. Это значит, с работой у вас все будет в порядке. Работа будет приносить вам деньги. У вас будет успешное какое-то, успешное дело производства. Все, что вы будете делать своими руками, все принесет вам денежки. А также наперсток говорит, это соединение двух сердец. То есть ваш напарник, то есть ваш партнер в отношениях также будет иметь хорошую работу. То есть будет мастер такой, золотые руки. Наперсток раньше дарили девушкам вместо кольца. Вот если сейчас принято дарить кольцо, когда делают предложение руки и сердца, то раньше всегда дарили девушкам наперсток. А девушка дарила мужчине кастет. Вот таким образом они обменивались, да, и получалась такая трудолюбивая пара. Так что наперсток это очень хороший магический предмет. Итак, давайте посмотрим второй вариант. Вторую рюмочку кто загадал. Здесь у нас камешек. Год будет тяжелый. В ближайшее время какие-то трудности выпадут на вашу долю. Но если вы будете решать их по мере поступления, не будете паниковать, а спокойно будете добиваться своей цели, то в итоге вы дойдете до вершины и, конечно, получите лавры. Будете победителем. Будете таким, знаете, человеком, который достиг каких-то успехов, высот. Вы будете даже гордиться сами собой. Третья рюмочка. И здесь у нас вот такой вот перчик. А перчик это значит, что вам нужна защита в ближайшее время. Вы можете, кстати, приобрести у меня какие-то амулеты, браслеты, которые есть. Также ведьмины бутыли у меня можете приобрести на защиту. Но может быть заговорить. Кстати, у меня на основном канале Светлана Веда есть заговор. Я делала онлайн ритуал и заговаривала ваши личные вещи, а также зеркало. То есть любой способ, но защита вам нужна. Какие-то браслетики, амулетики, колечки. Может быть, у вас какие-то уже есть. И четвертый смотрим. А здесь у нас вот такой аметист вместо кусочка хлебушка. Что значит? Хлебушек. Это значит, год будет сытный. Денег будет достаточно для всего. А также сердечко. Это значит, у вас дела сердечные все разрешатся. Это здорово и это прекрасно. Пятая у нас рюмочка. Пятая рюмочка. А здесь горный хрусталь вместо орешка. Это значит, крепкое здоровье. Силы вас не покинут. Если вы приболели, то очень скоро выздоровеется. Если ищете хорошего врача, найдете, начнете чистку организма, почистите прекрасно. Может быть, вы займетесь спортом, тело у вас будет упругое. То есть все, что связано со здоровьем, разрешится прекрасно. И еще это камешек говорит о том, если вы хотите забеременеть, то есть зачать ребенка. Вот это вот зачатие, начало новой жизни тоже хорошо у вас получится. Чашка номер шесть. А здесь у нас конфета. А конфета, это значит, жизнь у вас будет сладкая, полна просто шоколада. Такая вся жизнь в шоколаде. Это прекрасно. Просто будете вот купаться в шоколаде целый год. Смотрим следующую рюмочку. Седьмая, а здесь под седьмой рюмочкой магический вот такой предмет. У нас маятник. Это значит, что магия плотно войдет в вашу жизнь. Может быть, вы будете развивать какие-то способности или найдете мастера, который вас поведет по этой жизни. Рука об руку, вы пойдете с ним вместе. Итак, у нас восьмая рюмочка. И тут, аллилуйя, да? Многие ищут эту рюмочку. И здесь колечки, обручальные колечки. Для кого-то это, конечно же, предложение руки и сердца. Для кого-то эти два кольца говорят, может быть, даже удачный развод и сразу же будет новый партнер. Ой, как приятно называют. И фея назвали. И наша богиня. Добрый день, наша богиня. Всех с праздником, Ксенюшки. Пусть хранит она нас всем. Доброе, мир и счастье. Иночка, благодарю вас, моя девочка. Ну что ж, возвращаемся к колечкам. И это может быть, как я сказала, как брак, соединение двух сердец. Точно так же там может быть благоприятный развод с хорошим исходом. И опять вторичный брак уже за нового человека, за нового партнера хорошего. Также кольца говорят о подписании каких-либо документов, договоров. Это может быть заключение, сделки, контракты, поступление на работу или на учебу, или купля-продажа. То есть вот там, где нужно подписывать договора, документы, сделки удачные. Может быть, какие-то с издательством решаться будут вопросы. Прекрасная просто рюмочка. Девятая рюмочка. Давайте посмотрим. А здесь у нас два ключика. Вот таких два прекрасных ключа. Что значит два ключа? Конечно, тайные загадки, которые вам будут открываться. Какие-то секретики вы узнаете. Как вариант, да, знания. Может быть, захотите пойти куда-то учиться, развиваться. Но также это еще возможно, смотрите, ключ квадратный. Это значит решение вопросов недвижимости. Купля-продажа, съем, сдача, ремонт, расширение. Может, кто-то будет жить с вами, или вы домашнее животное возьмете, или ребеночек родится. То есть вот что-то в доме у вас будет происходить. А также круглый ключик говорит о передвижении и медийности, да, как колесо круглое. То есть это возможные поездки, путешествия. Это может быть также образование за границей. Может быть, в онлайне вы работаете или общаетесь. Это может быть социальные сети. Может быть, знакомство или работа в социальных сетях. Ну, конечно, поездки передвижения, это прекрасно. Если у вас есть возможность, замечательные эти два ключика. Дальше смотрим. Десятая чашка, а тут флешка. Это 100% работа. Кстати, вот многие мне пишут, Светлана, как четко рюмочки работают, как четко все исполняется. Ну, дай бог, дай бог. Флешка, это, конечно же, какие-то вопросы с работой вы решите. Может быть, дополнительную работу возьмете. Может быть, новую вы ищете. Или же что-то на вашей работе меняется. Да, вот эта флешка. Ну, это однозначно что-то связано с работой в лучшую сторону. Но если ищите, найдете обязательно. Просто обязательно. Дальше давайте посмотрим. А следующая у нас одиннадцатая чашка, рюмочка. Вот такая вот, смотрите, прекрасная монетка. А что это? А это значит, круглый год деньги не будут покидать вас. И вы решите все свои финансовые вопросы. Хотя вот нам все время обещают, что и коммуналка поднимется, и продукты уже стали дорожать. Многие начинают переживать. Но для вас, кто выбрал одиннадцатую рюмочку, можете не переживать. Спите спокойно. Денег у вас хватит абсолютно на все. Это здорово. Теперь посмотрим двенадцатую чашку. Ну, а тут у нас клад. Такой клад. Исполнение желания. Исполнение желания. Ну, только одно заветное вы можете загадать. Потому что если вы загадаете много разных, то будет такое распыление энергетики. А здесь конкретно вы загадали, и желание ваше исполнилось в любой сфере, в какой вы только хотите. Замечательно. Просто превосходно. Вот такие были сегодня подсказки от Ксении Петербургской. Еще раз я хочу попросить вас, дорогие мои друзья, перейдите на основной канал Светлана Веда и посмотрите видео. Очень хорошее, приятное, доброе видео. Часовня Ксении Петербургской, когда я ездила туда и писала прошение. Вы можете, кстати, и под этим видео, или под тем оставить свое прошение, да, что бы вы хотели, что у вас исполнилось. Потому что чем больше людей будет писать комментарии с прошением Ксении Петербургской, тем больше у нас будет с вами энергетика работать. Да, это, конечно, дойдет до высших сил, и, конечно же, все у вас обязательно исполнится и случится. Не забываем пальчик вверху слово «благодарю», а я вас всех безумно люблю и желаю мира, добра и счастья. Всем пока-пока!